Родной дом для переселенцев и сирот. За 6 лет своего существования накопил множество нерешенных вопросов. А в этом году сюда не подключили даже отопление. Люди не знают, что делать и куда обращаться. Подробнее в нашем сюжете. Здание на Красной 11 – это родной дом для многих переселенцев и сирот. Представитель Украинской морской партии Сергея Кивалова Вячеслав Полясный посетил социально-психологический диспансер и подробнее узнал о проблемах жителей этого исторического дома. Ведь именно это здание 6 лет назад попало под областную программу помощи детям-сиротам и переселенцам. До 2014 года здесь находился филиал наркологического диспансера. В 2014 году была принята областная программа помощи сиротам в Одессе и в Одесской области. И это здание было передано как общежитие для размещения сирот. Затем, когда началась война, сюда заехали переселенцы. И в конечном итоге сегодня здесь проживают все кому угодно, но только не те, для кого это предполагалось. Вообще проблема жилья и выделения жилья в городе, распределения жилья и вообще проблема социализации этой категории граждан остается очень остро. Проблемных вопросов у социально-психологического диспансера за годы существования накопилось немало. Но самое главное, что в этом году люди остались без отопления. Зима близко, кого только что делать жильцы, до сих пор не знают. В доме живут дети и инвалиды. Пользоваться электроприборами опасно, ведь проводка может попросту не выдержать. А повторить судьбу колледжа на Троицкой никто не горит желанием. На сегодняшний день у нас отопление не подключено. Впереди идет зима и у нас уже начинает потихонечку холодать. Люди начнут обогреваться все электроприборами. Проводка в любой момент может замкнуть от перегрева. И может случиться то, что может случиться, чтобы не было пожара, как у нас происходит во всех учреждениях. Колледж недавно заверелся и все тому подобное. Сейчас проблема в отоплении. Уже похолодало и мы заходим в комнату холодно. Ребенок у меня в комнате в шапке ходит. По закону каждый сирота обязан получить от государства квартиру по месту жительства. Проблема лишь в том, что у нас эта программа никак не функционирует. Люди могут десятилетиями стоять в очереди и так и не дождаться собственного жилья. После достижения совершеннолетия каждый сирота, согласно закону, должен получить квартиру по месту жительства. Но, к сожалению, эта программа не выполняется. Они все находятся в очереди, но эта очередь двигается не вперед, как правило, а назад. Денис переехал в социально-психологический диспансер четыре года назад. Сразу стал в очередь. Вот только за это время она не сдвинулась ни на одного жителя. Я стою на квартирной черте Малиновской районной администрации с трьми детьми, с дружиной-инвалидом. Я стою 1542. Это льготная черта. То есть у меня дружина-инвалид третьей группы, я инвалид другой группы и трое напомнолетних детей. Ну, четыре года, как есть, так оно и есть. То есть оно не меняется абсолютно. То есть вот что? Справка выдана в 2017 году? Да, вот как она выдана, вот так оно и это. То есть оно не меняется. Пандус и лифт. Наверное, об этих понятиях забыли, когда в 2016 году на второй и третий этаж поселили людей с ограниченными возможностями. Жильцы рассказывают, что недавно что-то наподобие пандуса все-таки установили со второго на первый этаж. Но это не сильно облегчило ситуацию. Ну, самые основные, здесь очень много лежачих инвалидов, лежачих, которые живут на втором-третьем этаже, которые на улицу практически не выходят. Им нужно как минимум предоставить этим людям жилье. Да, есть пандус, но он до второго этажа. И вот после этого уже приходится как-то... Приловчились уже, ну тяжело, очень тяжело. Люди неоднократно обращались за помощью в разные структуры. И в профильные департаменты, и в мэрию. Ответ приходил быстро, но один и тот же от всех. Финансирования нет. Теперь же все-таки надежда на изменения появилась. Представители Украинской морской партии готовы протянуть руку помощи. Мы писали на имя президента Зеленского, мы писали возможным депутатам, мы писали Труханову. Ну, то есть было 10 наименований писем. Мы писали в департамент, мы писали по правам защиты, то есть инвалидов, короче, всех, кого только можно. Мы были. Письма пришли, ответы там, где через месяц, где через два. Но ответ один. Финансирования нет. Есть только борщи, дома престарелых, интернаты. Я считаю, все-таки, ну, завдяки, может быть, пану Вячеславу, Сергею Васильевичу, все-таки мы что-то можем сделать, что-то, ну, как-то допомогти. Также для переселенцев и людей с ограниченными возможностями по инициативе Вячеслава Полясного подписан меморандум о сотрудничестве университетской клиники Международного гуманитарного университета и общественными организациями о медицинском сопровождении и социальной поддержке данной категории одесситов. На прошлой неделе Украинской морской партией, университетской клиникой Международного гуманитарного университета и альянсом общественных организаций, которые защищают права детей-инвалидов, переселенцев, был подписан меморандум, на основании которого наша клиника берет на себя обязательства обеспечивать медицинское сопровождение и социальную поддержку как раз этим категориям, которые сегодня нуждаются, которые сегодня остались, по сути, без опеки со стороны муниципальных и областных властей. Это одна из многочисленных социальных инициатив Украинской морской партии Сергея Кивалова. Напомним, при поддержке лидера Политсилы функционирует Медицинская клиника Международного гуманитарного университета, где бесплатно можно сдать тест на COVID-19. А также каждый одессит может воспользоваться услугами бесплатной юридической клиники.